Здравствуйте, с вами календарь рыболова на телеканале Трофей. Хищная рыба все чаще выходит на охоту, благодаря непродолжительным, но весьма ощутимым оттепелям. Лед на большинстве водоемов продолжает оставаться крепким, но пренебрегать личной безопасностью лишний раз не стоит. Ближе к выходным советуем одеться потеплее, так как синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. На этой неделе мы с вами поговорим о ловле окуня, судака и щуки. Ну а по всем по порядку. На этой неделе снова ожидается потепление. Дневная температура поднимется от минус 10 до плюс 3 градусов, а ночью от минус 13 до нуля. Синоптики обещают большое количество осадков в виде снега с понедельника по пятницу. Направление ветра сменится с северного на западный, а его скорость на выходных может достигать 10 метров в секунду. С течением времени после становления льда у щуки проходит период повышенной активности, и она все больше времени проводит в глубоких ямах. Сейчас ее больше всего интересует большая и легкая добыча, так как поиск и погоня отбирают много энергии. Самой эффективной стастью для ловли этой хищницы являются жерлицы с живцом в качестве приманки. Толщина лески, намотанная на жерлицу, должна быть не менее 0,3 миллиметров, а для большей уверенности, что хищница ее не перекусит, используются стальные поводки. Перед вываживанием следует подождать, пока размотка остановится, а затем уже быстро, но без резких движений подтягивать рыбу. Ранее большие стаи окуня уже распались на небольшие группы по 6-10 особей. С течением времени все большее значение приобретает кислородный баланс, который в закрытых льдом водоемах начинает планомерно падать. Наибольшую активность эта рыба проявляет в проточных водоемах, где насыщенность кислородом достаточно высока в течение всего сезона. Ловят окуня при помощи зимних удочек с чувствительным кивком длиной до 10 сантиметров. Удочки также оборудуются катушкой с леской диаметром от 0,1 миллиметра. В качестве приманки лучше всего себя зарекомендовали мармышки, помимо которой на крючок желательно повесить дополнительную приманку в виде мотыля. Рекомендуется прорубить и закормить мотылем сразу несколько лунок, расположенных на расстоянии около 10 метров, после чего облавливать их по очереди. Игра приманки должна быть плавной, дабы показаться окуню легкой добычей. Вываживание также должно производиться без рывков, чтобы не распугать остальную стаю. Чтобы найти места стоянки судака, в первую очередь следует ознакомиться с рельефом водоема, а именно найти резкие перепады глубин, крутые бровки и рельефные участки дна. Также стоит помнить, что судачьи тропы не меняются в течение всего сезона, а потому обнаружив ловистый участок, можно возвращаться на него снова и снова. Зимняя удочка для ловли судака должна быть около 40 сантиметров длиной, а также довольно жесткой. Чаще всего используется катушка с резкой диаметром до 0,32 мм. Наиболее уловистыми и популярными приманками становятся балансиры и бокоплавы длиной до 8-9 сантиметров. Основная тактика в это время довольно проста. Приманка опускается на самое дно, выдерживается пауза до 3-5 секунд, затем следует подъем на метр, метр двадцать. Если же клев отсутствует, стоит вдвое увеличить паузы, а на небольшом удалении от дна при подъеме приманки следует слегка поиграть ей. Подсечка судака должна быть молниеносной и жесткой, дабы пробить крючком его твердый и костлявый рот. Самозацепы у этой рыбы случаются крайне редко. Подведем итог. Исходя из прогнозов синоптиков и лунного календаря, лучшими днями для рыбалки будут выходные. Щуку ищем на границах течений или на глубоких бровках. Ловим на живца, жерлицами, используя остальные поводки. Окунь проявляет наибольшую активность в проточных водоемах. Ловим зимними удочками с чувствительным кивком на мормышку. Судака ищем в местах с рельефным дном и глубокими бровками. Ловим жестким зимним утилищем на балансиры. Также не забывайте техники безопасности. Обязательно используйте пешню и одевайтесь потеплее. Я желаю вам хорошо провести время на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи.